Здравствуйте, господа, товарищи, я так произнесу новый прибор. Наконец-то я сделал счет. Нормальный человек, я поставил, поменял. Классник убрал, поставил металл и вот так работает. Вот это напряжение порядка 10 вольт. Обороты небольшие, ну вот 10-12 на приборе, видно. Вот такая целограмма специфическая у него. Высокомоментный двигатель, но я больше не могу раскручивать, потому что так оказалось. Вот 14-15 вольт. Вот, пожалуйста, какие обороты. Тахометр тоже пока отсутствует. Ну, то есть, именно специфика высокомоментного генератора. Торможу, чтобы он не развалился. Мощность буду измерять позже. То есть, вот так вот выглядит у меня щетки. Сделан металлический. Ну, это еще пока не подключено, потому что коллектор я не наделал. Сделал вот с такой астренотой. И суть такая, что он четко работает с резонансом, на небольших оборотах. То есть, этому двигателю не нужен редуктор. Он может работать сразу напрямик. Причем, редуктор порядка 10 где-то можно вытянуть. То есть, в отличие от классического двигателя, который при двух полюсах дает 3000 оборотов, не меньше номинали. То есть, этот при двух полюсах дает 400 примерно оборотов, ну, скажем так, зеленая на силу. Соответственно, у него выше момент, ну, и прочие преимущества. Да, и вот связаны, которые вы видели, синусоиды, это вот резонансы, которые за счет резонансных импульсов, ну, как бы импульс, динамику разгона делают очень сильные, мощные. Ну, это, конечно, мерить, проверять надо, ну, как бы, это теорет. Именно то, что он должен заделать, увеличивать динамику, соответственно, характеристика его тягловая должна быть выше, чем у обычного двигателя. При пуске, при, значит, изменении режима, то есть он, как бы, четко двигатель с достаточно жесткой характеристикой, который очень, как бы, хорошо так подстраивался. Ну, собственно, вот еще кино будет называться, ну, «Второй запуск». Конечно, можно запатентовать, но, опять-таки, аналогичных разработок не существует. Кто ж дал денег, да и кто ж. Возможность тогда с русским, чтобы она, это самое, отстоять. Поэтому, ну, пока я это так выкладываю в YouTube, без конкретики. Показатель того, что это существует, ну, а потом уже можно говорить о чем-то более серьезном.